Ну что, ни для кого уже не секрет, что 27 декабря я отмечаю день рождения. Не буду говорить уже какой год, да бог с ним. Не молода, я не молода, ну и ладно. Слушайте, ну так получилось, что у нас 4 торта. В том году было 3, я думала, что уже переплюнуть 3 торта невозможно. А нет, все возможно. Для любителей сладкого я люблю такие легкие тортики-мусики, чтобы они не жевались даже, чтобы они легко кушались. У меня торт из маракуйя с клубникой, у меня торт с манго, и там чего-то тоже намешано. У меня, конечно же, торт 3 шоколада. Ну, конечно же, у меня внучка. Ну, какие торты без внучки? Конечно же, скажи, вы думали, ага. Тирамису, это вдруг захочется, да, чего-нибудь эдакого. Есть еще вот таких 2 кусочка вкусненьких. И мне принесли сегодня еще вот такой обалденный торт ручной работы. Спек его Рустама папа. Вот, я не знаю, как можно есть эту красоту. Просто я не понимаю, как это есть. Ну, в общем, ничего не знаю. Я позвала, конечно же, команду Ух. Сейчас мы будем есть все эти торты. А, кстати, елочку, да. К 6 утра она была вся вот в своей, так сказать, красе. Конечно же, все на елочке, все игрушечки. Так, где снегирики? Снегирики. Вот, снегирики. Очень, кстати, классно они смотрятся, конечно, на снегире. Так, и где-то еще большие. Вот, большие. В общем, конечно, она получилась такая у нас. Каламбур. Ну, много у нас игрушек. Лосяш. У нас шарики. Я не знаю, ни одно день рождения у нас не обходится без шариков. У нас, что у папы день рождения, что у Вовы, мы всегда дарим шарики. Мне кажется, именно воздушные шарики, они придают празднику праздник. Ну, именно детство. Вот как-то вот мы, ну, у нас заведено. У нас папа всегда просыпается утром на день рождения. У папы у нашего 6 мая день рождения. И мы его закидываем шариками. Да. А вот так, Диан. А вот так. В общем, сейчас будем это все кушать. Конечно же, мой муж подарил мне охапку желтых тюльпанов. Бомбических. Моих любимых желтых тюльпанов, которые 27 декабря пахнут мне весной. И, конечно же, я получила только что вот прекрасный подарок от наших админов моей группы ВК и Залончик. Группа, которая торгует материалами для творчества. Девочки, спасибо вам большое. В общем, свечи извозчины. Всем видели мое видео о том, что я купила на выставке, да, горе-свечи ароматизированные. И админы решили мне подарить вот такой комплект. Огромный комплект свечей. Ну, я не я. Кто-нибудь мне поможет? Есть кто-нибудь в этом доме со спичками? Потому что я хочу зажечь. Не стала я класть уже в этот подсвечник непосредственно этот рис. Вова, кто-нибудь есть со спичками? Куда все ушли? Дяд, вот скажи мне, куда все ушли? Нормально вообще? Нету тут никого, что ли? Вов, а, у тебя как раз и спички. Зажигай вот эту свечу, сына. Будем тестировать, как она горит. Вот свечку, да, зажигай. Я очень надеюсь, что эти свечи не подведут. Резко надо, сынок. Возьми другую спичку, сына. И пока мы будем кушать тортики, да, мы будем наблюдать, как горит. Свечи уже не ароматизированные, они натуральные. Все-все, аккуратненько не дуй. В общем, наблюдаем. Эксперимент дубль 10. Свечи извочены. Девочки, спасибо вам большое. Конечно же, это все у меня дома. За лаванду огромное спасибо. Обожаю запах лаванды. Даже где здесь было такое сердечко деревянненькое? Надя, помоги мне найти. Есть вот такие свечи непосредственно сердцем. Все это в такой коробочке. Мы с Дианкой взяли это сердечко и уже просрали. Ну да ладно. Найдем сейчас. В общем, мы приступаем к поеданию вот этого всего. Скажите мне вообще, вы как относитесь к сладкому? И вот я, например, вообще вот как бы не очень. Вообще я сладкое не ем, честно говоря. Я его могу только в охоточку, да, кусочек пригубить. Вот я однозначно попробую. Вот этот тортик, этот, этот, этот и этот. И даже если есть-есть каждого тортика по кусочку, это уже можно с ума сойти. И капец в фигуре. Да, а я, например, не знаю, как вы уж там, я очень склонна к полноте. Очень. И лишние, и лишние килограммы нам не нужны. Тяжело с лишними килограммами. Шариком играется Дианка, да? Нравится ей. Да, у нас действительно классно. Ну, в общем, пошли мы кушать. Вкусные-привкусные тортики. Спасибо всем, кто поздравил.